Меня зовут Максим Левин или Левин, поскольку не сразу появились точки над буквой Е, не было компьютеров. Я являюсь разработчиком компании CDM Video. Вообще мы не занимаемся... Да ладно. Мы не занимаемся защитой контента, мы занимаемся его доставкой, являемся крупнейшей сетью CDM в России. Но также иногда нам приходится защищать контент, особенно видеоконтент, видеоподлоги, которые мы транслируем на большую аудиторию огромных каналов. Также у меня есть некоторый свой опыт в ведении сайта, создании и добавлении своего контента, наблюдении, как его воруют печально. Поэтому я сегодня расскажу вам обзор современных средств защиты контента. Итак, контент бывает самых разных типов. фотографий, графический контент, рисунки, текстовый контент, видеофайлы, аудиофайлы статические и трансляции, как видеотрансляции, так и аудиотрансляции, радио и так далее. И, естественно, от вида контента зависит способ его защиты. Итак, как же защитить контент? В последнее время интернет развивается или, как я считаю, захламляется информацией, и она плодит с огромными темпами. И как только вы выкладываете какую-то свою оригинальную статью, свою картинку, фотографию, тут же рискуете обнаружить, что ее своруют. И более того, чем это особенно опасно, вы выкладываете, у вас есть новый сайт, да? Даже не любительский, масштабный проект, например. Но он новый, и он еще не завоевал доверие у поисковых систем, индексируется в последнюю очередь. А если статья интересная, контент интересный или видеоконтент, то у вас тут же, естественно, своруют его, опубликуют у себя на сайте, и поисковики сочтут, что вы воры. И вас показывать вообще не будут нигде в выдаче результатов по данному запросу. То есть, Google, например, в 2012 году запустил свой сервис, сервис жалоб на то, что ваш контент своровали. И здесь отображены цифры, которые позволяют представить весь масштаб этой проблемы. То есть, в 2012 году в неделю было 6 миллионов обращений, сейчас более 30 миллионов обращений в неделю. в Google о том, что их контент своровали. И это, причем не просто своровали, а поисковик не проиндексировал их как уникальный. Как я уже говорил, последствия, да, последствия очень неприятные для авторов любых. Это не всегда коммерческий аспект играет роль. То есть, иногда вы просто теряете прибыль, не можете раскрутиться, потому что сейчас на рынке по любой тематике есть огромное количество сайтов, и как только вы выходите, даже обладая средствами на пиар, вы сразу не сможете раскрутиться, и бороться с сайтами, которые просто берут лучшее из всего интернета, очень сложно. А если они еще как-то видоизменяют контент, то здесь вообще невозможно фактически. То есть, как все-таки бороться? Как защитить контент? На самом деле, защитить контент невозможно. Спасибо за внимание. Ладно. На самом деле, я рассчитывал, что это будет шутка, что прям я пошучу, здесь все же смеются. Большой зал, диджитал октоба. Огромная аудитория нас смотрит, да? Всем привет. Но можно усложнить, конечно, задачу ворам, чтобы они, или по крайней мере, обезопасить себя от ярлыка вора, чтобы вас не признали вором хотя бы. И эти методы мы сейчас рассмотрим. То есть, они зависят, естественно, от типа контента, а также от подхода к проблеме. Есть два принципиально разных способа защитить контент. Его можно защитить до того, как его своровали, и после того, как его своровали. Итак, сначала обсудим кратко способы, как защитить контент до того, как его своровали. Во-первых, самое примитивное средство, но работающие и отсекающие сразу огромную аудиторию, огромное представительство веб-мастеров-школьников, которые просто копируют напрямую, никак не видоизменяя, не обладая никакими навыками и знаниями в области программирования, просто берут контент, правая кнопка мыши. То есть, я ушел из кадра, да? Можно попробовать препятствовать копированию. Любой контент так или иначе можно скопировать, потому что для того, чтобы браузер вам показал его, его нужно сначала отобразить, загрузить пользователю. То есть, фактически, вопрос сам невозможен, да? Также можно, по крайней мере, отпугнуть, возможно, более какие-то более влиятельные, доверительных воров, которым доверяют пусковики, отпугнуть их тем, что вы разместите информацию о том, что ваш контент защищен, и что воровать его не следует. И это в нашей стране особо не работает, но, например, за рубежом, особенно в Америке, если разместить на фотографии снизу подпись, копирайт, год, имя, фамилия, то за воровство этого контента с удалением авторства, удалением этой записи, есть официальный штраф 2,5 тысячи долларов. Также есть большое количество способов защитить контент, когда его уже своровали. Казалось бы. Можно попробовать найти воров, как напрямую, если у вас немного этого контента, или автоматизированными средствами различными, самыми разными. Найти его и обратиться. Сначала попробовать по-хорошему выяснить отношения, по-пацански написать админу, хостеру, если админ не понимает. Потом уже, если не понимает и хостер, а он часто не понимает, особенно если сайт на украинском находится, домене или в Белоруссии, или в странах СНГ, они просто вас игнорируют обычно. Все ваши письма уходят просто в никуда. Я на своем опыте понял, что это практически невозможно, практически бесполезно. Но есть суды. И есть очень позитивная практика в этом вопросе. Официальный штраф за воровство фотографии, то есть можно требовать от вора, от 10 тысяч рублей до 10 миллионов рублей. И есть примеры, как один… Да, еще суды, они обычно не так-то сразу прям реагируют, и им иногда даже очевидное воровство доказать непросто. Например, недавно завершился процесс, забыл имя фотографа, он судился с московским комсомольцем. Его фотографию без его ведомства разместили в газете. Он, естественно, московский комсомолец, огромный тираж, ему неприятно, не сказали ему ничего, и даже убрали его авторство. Он обратился в суд. И очень долго шел процесс. Он предоставил RAW файл фотографии. Этого оказалось мало. Он показал, что есть его же же аккаунт, на котором была впервые выложена фотография. Этого тоже оказалось мало. Говорят, а может, он не ваш. Может, просто выложили не вы его. Он показал доступ к аккаунту, что у него есть доступ к этому аккаунту. И все равно суд не сразу верил, что, возможно, не вы его выложили все равно. И в итоге доказал он это тем, что был некоторый вотомарк на фотографии, о чем мы поговорим ниже, который частично был удален, а частично остался. И под лупой судья разглядел его все-таки. И после долгого процесса этот бедный фотограф выиграл, отсудил, не выиграл, а отсудил, если я не ошибаюсь, 70 тысяч рублей и 10 тысяч компенсацию морального вреда. Также есть многомиллионные суды. То есть это тоже понятно, что зависит от масштаба воровства. Одно дело газета, хоть она является всероссийской. Другое дело у одного известного фотографа, я снова забыл фамилию, не написал ее здесь, взяли его известную фотографию Бродского, старую, и поместили ее не просто в газету или в книжку, а на обложку книги о Бродском. И сейчас идет процесс с издательством, там вопрос на миллион рублей, потому что, понятно, другой масштаб совсем. И тоже убрали его авторство, нигде не написали, что это он, и вообще даже не уведомили его о том, что взяли фотографию, заимствовали. Хотя, казалось бы, огромные издательства должны понимать, чем они занимаются, разбираться в этом вопросе. Теперь поговорим подробнее о каждом типе контента и о его защите. Текстовый контент – самый частый вид контента, который везде распространяется, множится, плодится в огромном количестве. Также он важен тем, что поисковики именно на него смотрят, даже если у вас размещены фотографии или видеофайлы, вам все равно нужно так или иначе использовать методы защиты текстового контента. Потому что к фотографии, к любой, или к видеоролику идет какое-то текстовое описание, по которому индексируется ваш ролик. Поэтому защищать нужно и другие контенты, не только текстовые, защищать текстом, свой текст, который к нему идет. Первый, самый простой тип, который отсекает огромное количество воров, но не профессиональных воров, которые, если вы являетесь крупным сайтом популярным, вас, наверное, они особо не интересуют. Но, тем не менее, можно их отсечь. Это первое – убрать прямое копирование с помощью JavaScript, например, или CSS-стилей добавления. То есть JavaScript позволяет несколькими строчками запретить копировать, во-первых, запретить клавишу Ctrl-C, запретить вообще правую кнопку мыши, чтобы пользователь, который освоил открытие исходного кода страницы по клику правой кнопки мыши, он не освоил открытие исходного кода через главное меню браузера, чтобы его отсечь. Но это, конечно, у этого метода есть недостатки, и крупные сайты им не пользуются, потому что пользователям это неудобно. Хорошим пользователям, которые просто пользуются материалом, им тоже нужно что-то скопировать себе в заметке на будущее или просто перейти по ссылке правой кнопкой мыши. Поэтому доставляет неудобство некоторое этот способ. Способ через CSS в этом плане лучше, потому что, да, еще JavaScript можно легко включить все скрипты в браузере. Но опять-таки это многие не знают. CSS отключить сложнее уже, то есть это уже не все школьники умеют делать, отключение CSS стилей. Но и вдобавок CSS позволяет правой кнопкой мыши нажимать, то есть не мешает пользоваться сайтом. Но также можно, если обладать чуть большими навыками, отключить и CSS тоже в стиле с этой страницы через главное меню браузера. И последний способ – это наложение гифки прозрачной. Естественно, можно делать это не вручную, а с помощью специальных плагинов, которые есть как к каждому сервису, там, WordPress и так далее, сервису блогов, так и к системам управления сайтами, Joomla, DLE и так далее. К ним есть специальные плагины, которые позволяют к любому графическому изображению, появившемуся на сайте, добавить сверху гиф картинку прозрачную. И пользователь просто сохраняет, сохраняет, делает стандартные действия, но у него сохраняется пустая гифка вместо фотографии. И он не понимает, в чем дело. Это работает везде, и на мобильных устройствах, и в любых браузерах, поэтому способ универсален. И во многом даже более универсален, чем предыдущие способы, потому что JavaScript может где-нибудь не сработать, если код написать неграмотно. И естественно, для этих типов JavaScript, Tom и CSS тоже есть огромное количество плагинов в интернете, я не буду их перечислять, потому что их нетрудно найти, которые позволяют делать это все автоматизировано. Это было уже, да? Далее. Можно добавить в текст что-то, что сделает его, если не допустимым для копирования прямого, без рерайтинга, то, по крайней мере, то, по крайней мере, если его скопируют, то там останется много чего вашего, и вам будет приятно, что вы скопировали его, потому что можно добавить, во-первых, ссылки на свой сайт, то есть можно как на эту же самую страницу добавить ссылки каким-то образом, так и более красиво ссылаться на другие свои статьи, что часто делают все статьи, ну, все оптимизаторы в интернете, вы, наверное, часто видите, когда читаете какую-либо статью, что они постоянно ссылаются на свои статьи, которые писали по этой тематике. Это делается не только для того, чтобы вам было удобно читать другие статьи автора, но также для того, чтобы увеличить индекс во всех поисковых системах и защитить некоторым образом от прямого копирования, по крайней мере, копирования роботами, что тоже очень часто происходит. Есть огромное количество ботов, которые копируют, причем как без изменения информации, так и с изменением информации, что следить гораздо труднее. Когда еще сейчас развиваются методы математической лингвистики, и можно очень довольно-таки легко и красиво подправить текст, добавив несколько синонимов, так что он уже не будет являться ворованным. Если раньше это были простейшие способы, которые там позволяли просто изменить, например, букву С русскую, на АЦ латинскую, и уже многие поисковики и антиплагиаторские программы не находили ворованный текст, то сейчас не только синонимы, но и целые обороты меняются на похожие, которые можно заменить. Конечно, не без изъянов текст получается, но это уже второй вопрос. Но также есть, кстати, развивается и ответы на направление, обратная реакция. Есть интеллектуальные сервисы, которые анализируют не только прямое совпадение текста, но и является ли текст примитивным образом исправленным, сворованным и исправленным. Конечно, защищать и искать всегда труднее, чем воровать и исправлять. От этого не уйти. Но, тем не менее, компьютеры развиваются, и, возможно, мошенники, они единично работают, их мало, и они школьники часто. А компании крупные могут объединиться, создать какие-то проекты масштабные совместно с пысковиками, которые будут работать на огромных кластерах и позволять производить очень тяжелые интеллектуальные вычисления с огромной скоростью, анализируя большие массивы данных. Но есть также боты простые, которые легко убирают ссылки. Поэтому лучше добавить еще, кроме ссылок, свой бренд и свое имя везде понатыкать. Чтобы это было, конечно, естественно. В статье. Также это поможет вам в повышении, в поиске ваших сайтов по запросам с тематикой, с вашим брендом, возможно. Бывает, что если вводишь бренд в поисковике, результат первый не с брендом, а с каким-нибудь другим сайтом, который о нем говорит. Точнее, это часто бывает. Далее. Поисковики недавно создали свои сервисы, которые позволяют предотвратить воровство, а точнее не воровство, а последствия. То есть, например, Google первый запустил сервис, который позволяет с помощью добавления двух тегов rel равно me и rel равно автор, добавление двух тегов в разметку в HTML, которая позволяет пометить текст, что это ваш текст. для этого нужно иметь профиль в Google+, и если вы размещаете текст на чужом сайте, добавляете тег rel равно автор с указанием вашего авторства и ссылки на ваш профиль в Google+, или вашу страницу в интернете, страницу вашей компании, и таким образом Google будет считать, что это ваш контент. И в поисковых выдаче, в поиске, он будет ваши статьи, написанные вами, размещенные вами, выдавать вверху, а все остальные ворованные либо не показывать вообще, либо очень низко, глубоко, далеко посылать. Соответственно, если вы на своем сайте размещаете статью или контент любой другой, графические, картинки с текстовым описанием или просто видео, или даже без текстового описания, просто с названием. У любого видео есть как минимум название. Это тоже текст, который тоже в поиске, естественно, учитывается. Только по нему мы ищем видео, картинки и прочее. Rel равно me указывайте. Опять-таки ссылку на свой Google профиль. И сайт ваш. Яндекс запустил другой сервис, который позволяет более надежно цитировать, более надежно защищать контент, потому что он делает это еще до того, как вы его разместили. То есть перед размещением сервис-вебмастер Яндекса перед размещением в специальную форму отправляете свой текст, он его запоминает, помечает как ваш у себя где-то там, но и впоследствии, как только вы его опубликуете, он его будет считать вашим. И это способ, во-первых, не для всех, то есть количество символов от 2 тысяч до 3 тысяч ограничено. Во-вторых, только для популярных сайтов отходит, только для сайтов, у которых индекс цитирования тематический больше 10. То есть все новички здесь опять-таки отпадают. И, естественно, это второй большой минус. Это ограничение, это не минус, скорее, ограничение, а минус в том, что как быть с сайтами, которые были размещены до запуска этого сервиса. Естественно, Яндекс запустил его, опубликовал все о новостях, что мы позволяем полностью предотвратить кражу. И через 3 часа после этого была своровано вся Википедия уже. Разворована, помечена как своя, что это мы написали эти статьи, они наши. Конечно, это предотвратили, и есть способы от этого потом, этих последствий уйти, но это препятствие некоторое создает. Надо ускоряться, наверное, да? Вам интересно? Ссылки из соцсетей. Очень надежный способ, по которому почему-то пользуются не все. То есть не мало кто, а не все. Хотя он является бесплатным, очень простым и удобным. Во-первых, вы рекламируете себя в соцсетях, будете в поиске, в этой соцсети появляться. И, во-вторых, вы таким образом добавляете ссылки на свой ресурс с огромных платформ, как Twitter, Facebook, Instagram и так далее. Так я назвал ВКонтакте, да? И так далее. То есть это, опять-таки, повысит вас в соцсетях. Не в соцсетях, а повысит вас в поисковиках. И позволит гораздо быстрее вас индексировать. Тут на самом деле все вопросы защиты, они еще напрямую связаны с вопросом оптимизации и маркетинга в интернете. Потому что это все напрямую связано с поисковиками и с тем, как они вас находят. Потому что защитить контент от воровства, я говорил, уже невозможно, да? То есть невозможно все сайты отследить и прочее. Но никто не ищет сайты каким-то, не знаю, введением в строку запроса тематических названий, типа погода.ру. Это, наверное, мало к чему приведет. Все пользуются поисковиками, поэтому достаточно того, чтобы вы просто были раскручены. Или хотя бы, чтобы ваша страница с этим контентом была, даже на вашем нераскрученном сайте, непопулярном, была вверху в поисковиках. Далее. Можно ускорить индексацию. Если вы являетесь недоверительным ресурсом у поисковиков, либо увеличить индекс цитирования также, увеличить доверие. Да, также я не упомянул здесь, но для размещения ссылок в соцсетях на вашу статью есть автоматизированные средства. И также есть кнопки, которые можно добавить, и точнее нужно добавлять в каждой статье своей внизу, поделиться. Кнопка поделиться банальная. И пользователи тоже, если им понравилась статья, выложат ее у себя на странице, и это очень сильно повлияет и поможет вам в том вопросе, который нас интересует. Да, и здесь тоже есть специальные программы пингаторы или плагины к различным платформам, блок-платформам, системам управления сайтами, которые позволяют пинговать в большом количестве автоматически. Пинговать – это, если кто не знает, открывать многократно страницу, грубо говоря, делать запросы на ваш адрес, и после большого количества запросов поисковик быстрее вас найдет. Потому что бывает, что малопопулярные сайты ищутся больше месяца. Яндекс вроде говорил число 37 дней, как ты давно называл, что они обходят весь интернет за 37 дней. Я не знаю, сейчас, наверное, уже быстрее гораздо, но, тем не менее, не быстро это происходит. Гораздо медленнее, чем продонсируют ворованные сайты, которые в нашей стране… Ворующие сайты, которые в нашей стране очень популярны, и поэтому поисковики просто не могут им не доверять фактически. То есть на них постоянно заходят пользователи. Например, сайт Пикабу. По многим запросам у меня есть личная боль с этим связанная. Я какое-то время писал и пишу сейчас шутки в интернете, размещаю их, мои друзья так же делают, многие знакомые люди в России размещают свои шутки, стараются. То есть каждая шутка как бы дитё такое своеобразное, да? Прям вот размещаешь его, и через какое-то время оно уже появляется в виде демотиваторов, картинок или просто текста в Пикабу, различных пабликов ВКонтакте, типа МДК, Лепр, которые имеют многомиллионную аудиторию. И как бы вы ни боролись с этим, они их будут находить и будут смотреть в первую очередь их сайт. Потому что им еще и проще добавок. То есть в России есть, например, несколько сотен человек, которые постоянно пишут шутки, то есть это сценаристы, юмористы различные, люди, которые просто увлекаются этим, пишут свои шутки в интернете, в Твиттере, размещают их, в Инстаграме картинки, например. И у них есть свои паблики ВКонтакте. Но я только два паблика знаю ВКонтакте, у которых в сфере юмора авторских, у которых больше 100 тысяч подписчиков, у остальных около 10 тысяч подписчиков или меньше авторских пабликов. А у сайтов, у пабликов вроде Лепр, МДК миллионы подписчиков. И, естественно, тут вопрос скорее не к ним, ни даже к правительству. То есть в Америке этот вопрос, например, гораздо раньше был поднят и намного трепетнее относятся к этому всему, болезненнее люди, у которых воруют контент. И там есть постоянные судебные процессы. И если, например, в телевизионной программе сказали, то есть были случаи, когда в телевизионной программе произнесли шутки, написанные кем-то в Твиттере до этого, авторы пожаловались и авторов этих программ уволили, во-первых, а во-вторых, оштрафовали сами программы, само телевидение. Опять-таки это сделать не всегда возможно, потому что если очень жестко это контролировать на уровне законодательства, то любой контент и тем более любую шутку очень легко видоизменить так, чтобы она была не похожа на оригинальную, но та же самая идея, та же самая суть и фактически та же самая шутка, но в другом виде. И здесь уже ничего не докажешь, потому что люди постоянно пишут одно и то же. Все идеи витают в воздухе, и это нормальный процесс, то есть нормально, что тебе пришла в голову какая-то идея, которая пришла кому-то еще. Тут невозможно как-то жаловаться. Поэтому если очень жестко контролировать, то просто люди будут воровать более умно. Если со статьями это сделать более сложно и только, возможно, боты помогут какие-то интеллектуальные это сделать, то с шутками и с коротким контентом это сделать очень просто. Просто нанимаете человека, который очень быстро меняет текст на другой и все. Так. Также можно у всех поисковиков есть сервис AdUral, который позволяет добавить как новый сайт, так и новую страницу как бы в поисковик, грубо говоря, чтобы он видел, чтобы он знал о том, что эта страница появилась. И тогда она гораздо быстрее проиндексируется. Это тоже очень старый метод, который есть у всех поисковых систем, практически у всех популярных, но им пользуются далеко не все. Про него забывают, что ли? Не знаю. Так. Анонсы. Мы говорили о том, как защитить контент до того, как его своровали, после того, как его своровали. Но есть также способ один, который выделяется тем, что позволяет защитить контент до того, как его опубликовали даже вы. Это анонсы. Вы можете во-первых, на различных блок-платформах разместить анонс своей статьи с ключевыми словами или с предложениями с началом, с первым абзацем, с аннотацией к статье о том, что завтра будет опубликована статья со ссылкой на ваш сайт или даже на то место, где она будет опубликована. И поисковик намного быстрее вас проиндексирует, сделает это заранее даже и будет знать, что вы являетесь автором контента, что ваша страница уникальная. И, естественно, это можно автоматизировать. То есть не нужно это делать вручную постоянно. Достаточно просто один вечер разобраться с одним из сервисов вроде Piston Poster, Best Persons и настроить анонсирование ваших блогов в Твиттере и других социальных сетях также, либо просто в блогах, или ваш личный сайт. Только можно… Да, то есть можно даже анонсировать на своем сайте, понятное дело. Сначала кладать анонс, а потом уже статью через какое-то время. И есть некоторые сервисы, анонсов глобальные, которые для этого предназначены. Как универсальные, которые я здесь прививал парочку крупных, так и тематические, по каждой тематике. Также есть метод аналитика российского Алексея Жукова, известного под ником бурундук в интернете, который придумал, предложил способ значительно, правда, с некоторыми затратами, усилиями поднять вашу страницу выдачи поисковиков. Вы разбиваете ваш текст на короткие кусочки, короткие предложения и анкоры, то есть ссылки. Анкор это само тело ссылки, то, на что вы нажимаете, то есть текст, на который вы нажимаете. Анкоры с этими ключевыми словами или кусочками предложений опубликовать на специальных донорских сайтах, точнее купить, купить, чтобы они ссылались на вас, размещение ссылок. Это даст вам некоторые, во-первых, переходы, во-вторых, значительно повысит вас выдача поисковиков и в целом доверие к вашему ресурсу будет выше. Это фактически метод оптимизации одновременно. И перебить его довольно трудно в такой способе. Если еще в совокупности с остальными его использовать, способами, которые были перечислены ранее, то можно очень высоко поднять свой ресурс, но это очень затратно. Во-первых, потому что каждая ссылка стоит денег, во-вторых, это довольно непросто и не так много есть инструментов, которые позволяют это автоматизировать, потому что это не универсальный способ какой-то известный, а способ, которым пользуется пока что еще не очень широкий круг людей, наверное. Но он очень надежен. Естественно, если у вас очень много разных текстов, очень большие статьи, то вы не сможете им воспользоваться, потому что очень долго и очень дорого, неоправданно. А во-вторых, во-вторых, при изменении текста придется изменять ссылки опять-таки, те, которые были там опубликованы. Далее, у нас остается мало времени, нужно пройдемся по защите графического контента и видео, аудио и так далее. Во многом способы повторяются, поэтому я на защиту текстового контента выделил гораздо больше времени, гораздо больше слайдов. Опять-таки, с друзьями копируем, не то же самое, как я говорил выше, но есть специальные сервисы, специальные платформы, которые позволяют, которые заточены именно под графический контент. Они позволяют на вашем сайте, это есть как плагины для WordPress, там, блокспота и так далее, так и плагины для различных систем управления сайтами, всех известных, плагины, которые позволяют любой графический контент, который вы публикуете, защищать от прямого копирования, либо JavaScript, CSS способ, либо наложением прозрачной гифки, да, при сохранении этой картинки появляется, сохраняется пустой файл, пустая картинка. Водяные знаки, это, наверное, самый надежный способ в защите графического контента, потому что убрать его практически невозможно. И, опять-таки, есть очень большое количество автоматизированных средств, как привязанных к платформам конкретным, так и программ универсальных на компьютерах, которые позволяют размещать удобно, быстро, на большом количестве фотографий ваш фирменный вводный знак с вашей фамилией, именем или сайтом, ссылкой на сайт, делать его прозрачным, любой шрифт, огромное количество шрифтов, цветов, поворотов и прочего. Как я уже говорил, в Америке это особенно актуально из-за границ в многих странах, потому что если вы защитили свою картинку надписью C 2016 имя, фамилия, то за воровство вы уже имеете право каким бы вы ни были популярным фотографом, каким бы ни был бедный вор, отсудить у него две с половиной тысячи долларов или больше даже. Да, также я не сказал в тексте, как в текстовом контенте, так и в графическом контенте, есть большое количество способов, точнее не большое количество, а большое количество инструментов, которые позволяют найти украденный контент, чтобы в дальнейшем пожаловаться, подать в суд и прочее, или просто попросить. Что касается текста, то есть, во-первых, сервисы, позволяющие искать, то есть понятно, что поисковик вам в этом деле не поможет, потому что если вы ищете свой текст, вводите его в поисковике, в свое предложение, то сайты воры или большое их количество, они могут еще не отображаться в поиске или быть там ниже, потому что поисковики сами борются или быть там не в полном арсенале, не в полном наборе, не в полном, представители, то самые доверительные сайты будут отображаться в поиске, но есть специальные сайты, которые позволяют искать, которые пробегаются по всему интернету, грубо говоря, и позволяют искать ваш текст быстро и бесплатно или платно иногда, зависит от качества инструмента. Также есть средства, которые развивают сейчас поиск контента с учетом его исправления, то есть понятно, уникальности, точнее они уже давно появились, но сейчас они все более популярны. Если, например, то есть просто загоняете туда ваш текст, если процент совпадающего контента больше 80%, то скорее всего контент ваш. Итак, есть также интересный сервис Digimart, называется, который позволяет найти контент хитрым способом интересным. Он размещает специальные невидимые watermark, невидимые водяные знаки на картинке на вашей, и потом, которые не видны просто, потом в дальнейшем их находит. это платный сервис подпиской. Дальше. Защита видеофайлов. Кратко пробегусь, просто буквально осталось пару минут. Защита файлов. Есть принципиально, то есть опять-таки защита от копирования прямого, то есть есть способы защитить от копирования, от прямого скачивания сайта. Это понятно, что вы сейчас, зайдя в YouTube, не сможете скачать оттуда так просто ролик. Но если вы обладаете некоторым мастерством, то поскольку браузер загружает этот файл и показывает его вам, то вы можете его себе и сохранить. Это непросто, но люди, которым это нужно, могут легко все это сделать. Также есть метки, то есть те же самые водяные знаки или просто логотипы, которые можно разместить на вашем видео. Есть, естественно, автоматизированные средства, в том числе бесплатные, как FMPG, FFMPG-утилита, которые позволяют размещать любое изображение поверх вашего видео автоматизированно. Пишите скрипт, например, свой или используйте какой-то уже написанный с кем-то скрипт, который позволяет для всех ваших файлов, которые вы размещаете, этот знак добавлять. Также можно, существуют способы выдачи файлов, видеофайлов, только залогиненным пользователем, то есть по подписке или просто зарегистрировавшимся, которые указали свои данные и вы выдаете не просто файл, видеофайл, а файл с некоторой мета-информацией, в которой указано, кому этот файл дан. И в последующем, если он сорянет его где-нибудь выложил или кому-то отдал, то вы можете это обнаружить, найти человека, который этот файл распространил и наказать его. То есть, опять-таки, это опять пост защиты, получается. хитрый способ такой. То же самое касается аудиофайлов, только в аудиофайлах уже метки своеобразные, они являются аудиометками, часто, наверное, слышите, какое-нибудь там радио, вставляется кусочек диджеем, кто является автором этого трека, какая радиостанция, какой диджей. Также защита от скачивания, как и в других случаях, есть те же самые способы, есть огромное количество инструментов, и выдача персонального аудиофайла людям, которые купили у вас этот файл, этот трек. И в последующем, если они его распространили, то они будут ответственны за это, вы сможете их найти. Дальше, лифт трансляции. Опять-таки, есть те же самые способы, те же самые метки. И тот же самый FFMPEG, бесплатная утилита прекрасная, которая позволяет наложить водяной знак на видеопоток, прямой, живую трансляцию, например, на нашу трансляцию сейчас, легко и автоматически. Плюс к этому есть подписывание потоков, то есть выдача потоков с логиненным пользователем, купившим подписку на канал, на платный канал, например, вы выдаете поток специально под их IP, подписанный MD5 или другими средствами. То есть ссылка уникальная. И из другого, эта ссылка не будет работать на любом другом, с любого другого компьютера, с другим IP-адресом. Да. В конце, да? Напоследок, что хотелось бы сказать. То есть контент защитить невозможно. Если у вас контент ворует, значит он хороший. Вам нужно радоваться. То есть но к этому, естественно, приложить некоторые усилия для того, чтобы выдача поисковиков вам был выше. Да, этот доклад дался мне, естественно, очень нелегко, потому что самое сложное было не найти, не подготовить материал или презентацию, а вопрос, где брать картинки, если я по выступлению говорю, что ворвать их нельзя, брать их из интернета нельзя. К счастью, есть, то есть ни одна из этих картинок не является ворованной. Я брал их с бесплатных фотобанков, которые в большом количестве есть в интернете, почему-то ими не пользуются люди. То есть если вы заходите в интернет с целью найти какую-нибудь картинку, то, скорее всего, вы зайдете просто в картинку Google и возьмете картинку чью-то. Но есть огромное количество сервисов, которые позволяют также легко с помощью поиска по ключевому слову любому найти картинку, которая вас интересует. Я легко это сделал здесь, может, картинка, конечно, неудачная, вы можете меня тут осудить, что лучше бы своровал, но эти сервисы есть, как бесплатные, так и платные. На платных вообще широкий выбор картинок, так что пользуйтесь. То есть главное, опять-таки, составляющая моральная, получается, это начать с себя. То есть можно призывать людей просто как минимум не читать сайты вроде Пикабу, подписываться на оригинальные паблики ВКонтакте и читать статьи оригинальные авторов, которые стараются и пишут для вас статьи, создают фотографии, снимают видео, записывают треки и прочий мусор в интернете распространяют. Спасибо. Это был Максим Левин, разработчик CDN Video. У меня есть визитки специально напечатали, берите, им будет приятно, потому что иначе они просто зря пропадут, мне кажется. Я ни разу в жизни не воспользуюсь. Очень красивый, кстати. Компания CDN Video. Спасибо.